ну всем привет так первый эпизодик новой зеландии окленд раннее утро едем в город гизборн 480 километров расчетное время с остановками 8 часов ну вот до 6 часов утро не шпили проскочить на бытовые пожалуйста заторчик вырвались вырвались минут через 30 на оперативный простор слева центр города справа обратите внимание барьерчик барьерчик разделяет вот эти вот восемь полос то налево то направо он справа там машина стоит она передвигает эти кирпичики из которых состоит барьер и в зависимости от того куда больше трафика движется она дает преимущество либо город либо из города то есть или на 3 полосы вперед 5 полос назад либо 5 полос вперед 3 полосы назад как хотите вчера забыли это сделать или машина у них сломалась первый раз за 20 лет заторы были на это вот подъезжаем коклицовому мосту который через гавань ведет ближе к центру уже барьер вот справа он так и длится на протяжении всего моста слева если обратили внимание вот сейчас видно там мачты и яхты там парковка этих стоянка яхт много знаменитостей со всего мира здесь хранит свои лодочки большие и маленькие сейчас слева это вся эта бухточка и иногда они тут по два-три года стоят невостребованные и они приезжают сюда очень редко у кого побогаче яхта не сдают в аренду фрактуют чартерные рейсы для туристов там прочее ну чтоб денег наверно маленько заработал на содержание этих евро центр города высотные здания но пожалуйста не надейтесь вся новая зеландия вот такая это какой ильфа и петрова одноэтажная америка основном все городки и города и деревушки новой зеландии одно двухэтажный вот пожалуй самое большое исключение окна все это идет домушки которые в основном вокруг стоят коробушки это основном это апартаменты который получше который похуже который побольше поменьше но все остальное все эти здания индустриальные корпоративные прочее прочее но как наверное везде в любом городе мира и так гизборн 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 первая остановка у нас будет единственная остановка я не хочу чтобы эпизодик был очень длинным в городе мата мата чем она это место известно но расскажу потом каждый городок как впрочем везде есть у него своя какая-то изюминка ну это вот у городка мата мата тоже есть свои земли но этот основном все апартаменты утро расцветное утро как бы туманное часов восьмой час уже около восьми наверно пока вот тут выезжаем все из города в окленд он огромным в два раза больше по территории чем чем москва но живет здесь в несколько раз меньше народу раз в шесть наверно практически в новой зеландии в окленде живет треть населения вот вырулись на оперативный простор повеселело это вот широка страна моя родная пахнет сеном и другими приятными веществами бараны коровы баранов тут только блин 50 миллионов по-моему коров миллионов 30 при населении новой зеландии около пяти миллионов чуть побольше опять утро туманное утро рассветное встречает меня вот таким вот бодреньким приезжаем к мата мата но это основной пункт сбора для туристов которые едут в хоббитон это он съемочная площадка петра джексон где снимался властелин колец вот этим то она и знаменита сейчас маленько посмотрите маленькие другие эпизодики сейчас мы будем убежать в этот город вот это вот типичная новая зеландия то есть приблизительно так выглядят все большие маленькие городки но со своими изюминками пешеходу пешеходу надо уважать это свято дай бог на пятку наступишь домушки и в основном ну вот если самый старый 19 века начало двадцатого века все вот эти магазинчики ресторанчики но такое впечатление что здесь их ресторанчиков больше чем баранов люди тут поесть любят но это вот типичная картинка все как бы по навесиками все вот эти вот заведеница а вот это вот хоббитонская такая хатка там стоит вот на таких автобусах туда в этот хоббитон везут но это многих гектаров этой съемочной площадки там очень хорошо ухожено все мне понравилось как один раз там были welcome to хоббитон пожалуйста ну то есть это просто центральное место сбора как я сказал для туристов которые туда отправляются убирают вот этот автобусик который там был показан везут их туда и там можно вот погулить погулять посмотреть все очень с любовью там поддерживается в коммерции это деньги платить картинки узнаваемый наверно тем кто-то смотрел а этот фильм кому нравится мне не очень еще раз повторюсь площадка вот от съемочной отлично если удастся я где-то еще раз съезду как-то там все так хорошо обустроено ну а этот вот домик где эти туристы сбираются но по мне так ничего особенного там внутри ты нет это фактически это свинирный магазин со всеми этими атрибутами властелина колец маечки бетловочки жвачка прочее всякая пакетика магнитика ну на потеху любителям вот этот персонаж там сидит любимый мой специально фотографировал листья листья вот только по листьям можно здесь очень часто определить зима час или лето это листья сбрасывает установ привозные деревья деревья местные они вечно зеленые ну вот такая вот красивая пара здесь мы остановились размяли ножки ручки маленько подзакусили и это приблизительно только треть пути а дальше начнется самое интересное вот это вот скоростная дорога 110 километров но 120 допускается плюс-минус 10 она платная вот там камеры стоят тебя фиксирует твой номер но потом заходишь в интернет и платишь не очень дорого дорожки здесь конечно будь здоров особенно вот в этом ущелье которое мы поедем в 60 80 но вы увидите потом просто это просто развлекаловка для экстремалов которые любят гонять по таким дорогам справа пропасть слева пропасть справа скала слева скала ну вот остановились мы на берегу океана тихенький такой океанчик звуки природы но и звуки машин естественно сзади и сейчас спустимся до ближе на пляже специально заехал от страса съехали показать как бы океан вот именно в таком разрезе с этого ракурса смотрится но он открытый океан здесь в основном все вот это вот восточное побережье но купаться здесь сложновато зато раздор серфингистов а волны здесь уж больно большие и опасные глаз да глаз поехали дальше чуть подальше то место где мы останавливались вот такую озерцу ну просто не мог не остановиться он красивый ну как видите вот этот как раз местные попортники между прочим это вот эти древесные попортники зазу из карьеры что ли еще одна короткая остановка тут горная речка и я тут раньше не был как-то остановились назначаем в туле тут монумент строителю дороги который идет по этому ущелью двадцать три года она строилась сложные условия строительства сейчас спустимся маленько в этих вот здешних джунглях течет такая кавказская речка послушай на кавказе не был но где-то вот так это представляют приблизительно там такие речки по крайней мере часть того что мы увидим это как-то меток напоминает то чего я не видел как той песни то что было не со мной помню много здесь вот подобных мест где а раньше добывалось золото то открытым то закрытым то подпольным то надпольным образом то мыли то шахты делали сейчас все это иссякло уже естественно пытаются там восстановить все эти шахты купиться и более эффективными методами извлекать но знает все дело не пойдет но некоторые люди вот туристы в основном тут для них забавы есть дают им вроде сита и мешай платишь сколько там долларов тебя учат как это все мыть и вот хоть день тут сиди и мой а вот везет крупинки какие-то находит а один мой друг кстати лет 15 назад большое событие было большой самородок нашел вот так вот шел и нашел продал государству естественно за 90 тысяч долларов свезло мужиков вот шуму природы не нравится мне это дело водопадов здесь очень много но это такая горная речь есть какой-то водопад где-то но туда специально отвлекаться не будем потому что путь далекий 8 часов а мы сейчас где-то даже до середины пути не доехали дальше предстоит вот этот как раз поездка по горным ущельям одному горным ущельям ну вот она вот она до 110 здесь не разгонишься но 90 но это просто свое удовольствие на машинке на хорошей можно так вот рубануть но утомительно ну а после вот этого эпизодика уже как бы еленен в гизборд а долго там я ничего рассказывать не буду вообще ничего рассказывать не буду это будет в следующем эпизодике побродим по гизбордному самому а по этому городу интересненький такой городок а по окрестностям много там достопримечательных природных мест покажу так что заходите подписывайтесь если понравилось ставьте лайки и дислайки не лайки подписывайтесь на рассылки жду вас в следующий раз надеюсь не понравилось и спасибо за просмотр пока у подписывайтесь на канал Продолжение следует...